В советское время я получал и тракториста, и шофера права, все я получал. И было нормально. И в армию я уходил уже, служил сейчас в Словакии водителем. А мои сыны 11 классов закончили, специальности никакой нет. Молодые люди уже были чуть-чуть подготовлены к чему-то. А так они сейчас школу закончили, они никакие вообще в армию идут. Рано, конечно. Нужно постарше. Ну, когда ума наберутся, тогда и нужно. Ну, что это, совсем где дети еще? Хорошая. Ну, туда же сказать нечего. Хорошая инициатива. Почему? Ну, во-первых, права это очень дорого получать. Если у детей будет возможность сразу при выпуске получать права, у них будет быстрее возможность купить машину и, соответственно, комфортнее жить для себя. Начнут сигать здесь, потом не остановить. И так он хватает этих, как их, которые на мотоциклах, сумасшедшие. За. Думаю, это хорошо, прикольно. Ну, потому что надо с малого возраста учить водить, чтобы водители лучше, больше стаж был. Очень хорошо. Почему? Ну, почему? Времени будет. Эффективное использование. Не каждый человек может стать академиком. Ну, они, в принципе, уже и не дети в 17 лет. Вот. И, зная правила дорожного движения, я думаю, это только будет на руку, как говорится. И всестороннее развитие. И у нас потом будет безопасность движения, я думаю, выше скакнет на уровень. Я даже езжу с ним где-то по таким улицам, ну, по сельским, где можно, так сказать, его сажать. Так как он уже и сдал, в принципе, только прав нету. Вот. И я не боюсь. Понимаете? Ну, у 17-летних детей еще нет такой осознанности, как у взрослых. Поэтому я считаю это, ну, недопустимо. Разные же есть. Родители иногда же раньше начинают уроки вождения своих детей. Поэтому тут, не знаю, понятия не имею. А ты как думаешь? Да, да. А ты что думаешь? 17 лет можно? Можно. Да? Надо. Надо добавить, конечно. Почему? Ну, как почему? Ну, сразу выходишь со школы и можно на автомобиле, сразу покупать и ездить. Я за любое просвещение отлично отношусь к этой инициативе. Мне кажется, ну, чем раньше наши дети будут узнавать вообще по правилам дорожного движения. Во-первых, у ребенка мозг очень пластичный, он воспринимает очень информацию легко. Дети очень легко любят языки, например, да, там, и могут учить параллельно 2-3 языка. Поэтому, ну, пусть учатся на права, почему нет. Положительно. Почему? А потому что профессия очень востребована и ребятам нужно. После школы у него будет профессия. А то выходит он без профессии. Я за полностью. Продолжение следует.